У нас в студии Татьяна Петричка, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный специалист по медицинской профилактике Хабаровского края. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня больше будем говорить о здоровом сердце, ну а также и о признаках нездоровья, да, чтобы сердце наше как-то сохранять. Ну, не хочется другие наши органы обижать, но всё-таки сердце, ну всё-таки главный орган, не будет биться сердце, не будет ничего. Не, ну я бы так сказала, что сердце – это двигатель человеческой жизни. Мы вот с момента… Ломается двигатель, ломается всё. Ломается всё. Татьяна Алексеевна, но всё-таки вот сердечно-сосудистые заболевания, они действительно остаются вот такими, ну, грозными, да, они уносят жизнь у людей, они делают людей инвалидами. Вот всё-таки с чем это связано? Ну вот, да, толкнёмся от того, что всё-таки сердце – это двигатель человеческой жизни. Я долго думала, как можно охарактеризовать, да, вот его роль. Потому что мы же с детства сталкиваемся с такими определениями, как… где сердце много участвует, вот, ну, допустим, сердечный друг, да. Да, пословицы, поговорки, полно. Пословицы, поговорки, всё это вот сходится к сердцу, да, и действительно это двигатель. Сердце чувствуем, да. Сердце болит, сердце кровью обливается. Сердечный подарок, да. Вот поэтому, конечно, но, к сожалению, сердце очень уязвимо. Поэтому и здесь влияет множество факторов, о которых мы уже говорили неоднократно, да. И вот привожу, опять же, высказывания великих наших кардиологов, да. Вот Александр Леонидович Мясняков говорил, что лучшие сердца человечества уносят три основных проблемы. Это гипертония, атеросклероз и с ними связанная коронарная болезнь сердца. Вот и отсюда складываются все подходы, да. То есть первое, это для того, чтобы сердце работало правильно, хорошо и не приносило нам дискомфорта. Первое, что это, конечно же, профилактика. Это основа на сегодняшний день. Мы много говорим о ней, но уже всё человечество познало, приняло эту догму, как догму, да, о том, что профилактика – это основа. То есть тот образ жизни, к которому мы следуем, то есть он либо сохраняет наше сердце, либо он способствует тому, что сердце становится ещё более уязвимым. Ну и второе – это раннее выявление заболеваний и управление уже непосредственно, если заболевание выявилось, правильное ведение, лечение и участие самого пациента в управлении состоянием своего сердца. Елена Алексеевна, а как вообще вот понять, что с сердцем что-то не так? Вообще вот что чувствуют пациенты? Какие неприятные симптомы должны насторожить? Ну вот вообще сразу мы будем говорить о том, что вот и много об этом вообще на сегодняшний день со средств массовой информации идёт о том, что мы плохо знаем первые симптомы неблагоприятных ситуаций. А самая основная неблагоприятная ситуация – это, конечно, развитие инфаркта миокарда. И чем раньше оказана помощь, а эта помощь должна быть оказана в течение часа от момента появления первых симптомов, ну максимум три часа для того, чтобы спасти сердце, не дать ему погибнуть. 46% смертей у нас происходят по причине сердечно-сосудистых заболеваний вообще в Российской Федерации. Поэтому даже если мы в контексте возьмём вот смертность от ковида, она растёт, она высокая, но смертность всё равно от сердечно-сосудистых заболеваний в 10 раз выше. Ну и в общем-то и люди с заболеваниями. Надо знать первые симптомы, да, то есть это внезапно возникшая боль, чаще всего загрудинная, чаще всего давящего, жгучего характера. Она может отдавать в челюсть, в руки, да. Человеку может сопровождаться чувством потливости вот на грани с потерей сознания. И если вдруг возникла вот эта ситуация внезапно, то не надо терпеть, не надо превозмогать, потому что многие приходят и говорят, вот я терпел, терпел, а вот теперь решил обратиться. Терпеть не надо. То есть появилась боль, появились вот эти характерные признаки именно вот этого болевого синдрома. Это уже путь к тому, что вызови скорую помощь, обратись к медицинское учреждение. И чем раньше, тем лучше. Ну вот действительно, вот сердечная боль, да, вот почему мы часто именно фокусируемся на признаках, да, потому что бывает, что там, ну, что-то кольнуло, да, как-то резко повернулись. Это же может быть там и остеохондроз, это может быть какие-то заболевания внутренних органов, которые вот, ну вот, вот раз так и случилось. То есть все-таки сердечная боль имеет свои вот эти вот характеристики, от которых вы сказали. Вот эти характеристики и временной промежуток. Если эта боль длится 10 минут и более, да, это уже свидетельствует о том, что все-таки это не та боль, которая, если это еще боль сопровождается чувством страха, тревоги, вот потливостью, как я уже сказала, таким вот состоянием, как бы полуобморочным, да, то это говорит о том, что нужно обратиться к доктору. То есть немедленно вызывать скорую помощь, это немедленное такое вот обращение к врачу. А в ожидании врача что, как помочь этому человеку, да? Значит, тут всегда мы говорим о том, что, конечно, желательно иметь аптечку первой помощи. Но те, кто уже имеют какой-то сердечный анамнез, да, вот сердечную историю, да, что в эту историю может входить? Повышенный уровень общего холестерина. Никогда он не проходит бесследно. Это всегда путь к атеросклерозу. Поэтому это тот параметр, который мы должны наблюдать, отслеживать и контролировать. Следующий, повышенный сахар крови, сахарный диабет. Это всегда пациенты, те пациенты, которые всегда уязвимы по развитию коронарной болезни сердца. И следующая ситуация – это пациенты, имеющие артериальную гипертонию. Вот эта категория пациентов всегда должна в своей аптечке иметь то, что может быстрым образом сыграть на устранение этого болевого синдрома. Это, конечно, прежде всего препараты под названием нитраты, да, это и различные спреи. Да, да, да. Если этого нет, да, то, конечно, ну, тут можно расстегнуть рубашку, да, доступ к кислороду, да, но это та ситуация, которая требует быстрого врачебного вмешательства. Цена Ксимовна, ну вот еще хочется задать какие-то такие, знаете, общие вопросы. Понятно, что вот сердце, наверное, оно все равно, даже если для человека кажется, что ой, вдруг, да, то наверняка за этим стоит вот действительно какая-то история, которую, может быть, человек, который даже не знал, да, что вот к этому привело. И тем не менее, вот что для сердца хорошо, что для сердца не очень хорошо. Если мы говорим о движении, физической нагрузке, вот что прям прекрасно, а от чего стоит избегать? Ну, вот опять же мы говорим о том, что вот коснемся образа жизни, да, правильный и неправильный. Что отнесем к правильным? Это правильные поведенческие привычки. Это движение, это правильное питание, это соблюдение, это отсутствие вредных поведенческих привычек. Вредным поведенческим привычкам относятся что? Курение, нерациональное питание, употребление алкоголя, то есть вот это вот те факторы, которые отрицательно влияют. Поэтому, что правильно, если мы говорим о движениях, то это, конечно, аэробные физические нагрузки, аэр, это кислород из воздуха, который позволяет сосудам правильно и комфортно работать. То есть это плавание, это езда на велосипеде, это катание на коньках, на лыжах, это просто быстрая хорошая ходьба в хорошем темпе. То есть вот это все плюс. Дальше, если питание, понятно, мы говорим о том, что нет вредных веществ. Все зависит от чего? От количества. Поэтому и жиры, и белки, и углеводы в пище должны присутствовать. Но опять же, в каком количестве? Поэтому, конечно, жиры и углеводы мы уменьшаем, белков должно быть достаточное количество, и, конечно, это кратность приема пищи, чтобы это не приходилось на какие? На утренние часы, потому что это и вес, это и развитие инсулинорезистентности, и это, опять же, путь к атеросклерозу, не только к сахарному диабету, но к атеросклерозу и всем неблагоприятным событиям. Поэтому вот это основные постулаты. То есть движение, не зря же существует такое, опять же, догма, движение – это жизнь. Движение – это жизнь, да. Да, и как мы быстро привыкаем к хорошему, сердце тоже привыкает к хорошему. А хорошее для него что? Меньше нагрузка, меньше работы – значит, хорошо. А в дальнейшем, если он привыкает работать уже в таком щадящем режиме, то любая дополнительная нагрузка будет вызывать что? Дискомфорт. Поэтому это должны быть регулярные, постоянные физические нагрузки, это должны быть отсутствовать вредные поведенческие привычки, как курение, употребление алкоголя. И это, конечно же, правильное рациональное питание. Ну да, и сердце любит ритм, сердце живет в ритме. Да, если эти ритмы нарушаются, то, соответственно, и сердцу становится не очень хорошо. Татьяна Алексеевна, ну вот если еще говорить о профилактических осмотрах, да, вот вы все-таки как главный специалист края по профилактике, понятно, что есть профессиональные медосмотры, да, есть диспансеризация. Ну вот чтобы, если человек ничего не беспокоит, да, вот та же кардиограмма, да, ее достаточно, этого обследования, или все-таки нужно как-то следить за этим еще? Вот смотрите, сейчас вот я же начала с того, что путь – это профилактическая медицина, да, проще профилактировать, чем потом лечить. Можно до бесконечности долго спасать утопающих, не хватит ни сил, ни средств, ни достижений науки. Да, лучше научить плавать. Да, поэтому лучше, да, лучше предупредить. Что касается вот на сегодняшний день работы здравоохранения, то есть первичное звено здравоохранения, это наши поликлиники, это ФАПы, работают на профилактику в большей степени, то есть на раннее выявление и на управление заболеванием. Раннее выявление, возможно, в каких ситуациях? Это и есть диспансеризация. Основной ее принцип – это скрининг, то есть раннее выявление чего, да, прежде всего это группы сердечно-сосудистых заболеваний, это онкология, сахарный диабет, болезни бронхолегочной системы. Вот четыре таких вот кита. Поэтому диспансеризация и строится. Вот нам казалось, мы пришли на диспансеризацию, дали анкету. Вот что это анкета? Анкета многое говорит. Во-первых, она дает путь врачу, на что обратить внимание. Во-вторых, что анкета как бы позволяет выявить первые начальные признаки неблагоприятных моментов. Следующее, да, то есть это всегда скрининг. Скрининг что? Электрокардиограмма. Это общий анализ крови, это анализ крови на холестерин. Если он повышен, это оценка липидного профиля. А дальше уже то обследование, которое требуется. То есть, может быть, на первом этапе достаточно будет электрокардиограммы. Может быть, ее будет и недостаточно. Тогда врач уже на втором этапе диспансеризации определится, что, может быть, сделать эхокардиографию, провести суточное мониторирование оценки сердечного ритма. Но первоначальный этап, этап скрининга, он очень важен. Ну да, то есть начинается все не с того, что там нужно проверить, там, сердце или печень, или желудок, да, а все-таки с каких-то таких общих вещей. А тем более мы сейчас живем в ситуации ковидной инфекции, которая прежде всего поражает что? Сердце и сосуды. И поэтому появился еще такой термин, как углубленная диспансеризация. И активно призываем всех пациентов прийти в поликлинику по месту жительства и пройти те, кто перенесли ковидную инфекцию, то есть раньше выявить проблему с сосудами и сердцем. Теяна Алексеевна, большое спасибо. У нас в студии была Татьяна Петричко, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный специалист по медицинской профилактике Хабаровского края.